К эфиру присоединяется Александр Савченко. Александр, здравствуйте. Александр Владимирович, приветствуем. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, смотрите, есть вот такая информация. Оптимальный курс доллара для российской экономики на сегодняшний день находится в диапазоне 70-80 рублей, заявил во вторник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Скажите, пожалуйста, вот такой курс доллара, чем он чреват для простого россиянина и для российской экономики. Этот человек, который был близким помощником Путина всегда, заменил Илларионова, сейчас, знаете, вроде бы независимого эксперта. Он готовит население Раши к новому курсу. Мы с вами уже говорили, что в конце года рубль будет стремительно девальвировать, падать. И я уверен, что в первые дни нового года достигнет приблизительно 80 долларов, 80 рублей за один доллар. Вот. Ну, к чему это приведет? Это приведет к повышению инфляции, то есть цены устремятся вслед за девальвацией. Вот за этот месяц рубль обесценился на 15%. Это означает, что на протяжении следующих 5-6 месяцев в Раши будет приблизительно такая инфляция. То есть цены вырастут вот где-то на 15%. Вот к этому готовит этот вице-премьер населения Раши, да. Но в этом году инфляция будет, по моим расчетам, около 13%. Сейчас она 12%, но вот до конца года увеличится до 13%. Всего того, что зарплаты и пенсии в этой стране не растут, это значит, что потребление граждан Раши и их реальные доходы вот упали приблизительно на такую же величину. И об этом свидетельствует статистика, что в этом году они покупают на 10% меньше товаров и услуг. Вот это результаты преступной внешней политики Путина и пока еще достаточно мягких санкций, за исключением потолка цен на нефть, которые только начали работать. По сути, третью неделю работают. Александр Владимирович, а это реальные показатели? Ну то есть доллар по 80 рублей, это реально или это все еще с вмешательством государства? Но поскольку мы видим изменения от 60 до 80, тем не менее скачок не очень большой. Вы правы. Здесь комбинация и объективных факторов, и субъективных. Вот к объективным факторам почему так неожиданно укрепился рубль после начала военных ситуаций? Потому что рухнул импорт через санкции Запада. То есть нечего было государству, компаниям покупать на доллары. И поэтому вот рубль укрепился. И это было большой ошибкой Центрального банка и Минфина Раши, что они позволили рублю укрепиться. Это привело к неэффективности экспорта сталилитейной промышленности. Но мы не будем в детали идти. А второй причиной, почему укрепился рубль, а сейчас падает не так сильно, это административные меры, это регулирование валютных отношений. Например, компании, которые, вот вы показывали в предыдущем сюжете, покинули Рашу, они покинули до юра. Но экономически Раша заблокировала вывод валюты из этой страны. То есть огромные убытки потерпели компании, которые уходят из Раши. То есть они вынуждены за бесценок оставлять оборудование, технологии в Раше и даже по акциям с ними не рассчитались. Это вот вторая причина административного регулирования. Поэтому я ожидаю, что курс равновесия, вот если абстрагируется, в следующем году это уже будет реальный курс, что бы ни делало правительство, центральный банк. Где-то в начале года будет 80, а потом рубль будет стремительно девальвировать и уверен, пробьет 100 рублей за доллар. Почему? Прежде всего с санкциями на нефть. Смотрите, с момента введения санкций, а это 5 декабря, продажи танкерной нефти упали на 22%. Это в физическом измерении, в баррелях. Плюс цены, по моим расчетам, упали где-то на 25%. То есть суммарно потери, месячные потери, где-то в районе 40% доходов потеряла Раша от введения этих санкций. А это очень большие деньги. Ну, где-то идет речь о 4-5 миллиардов долларов. Это потери от вот этих санкций в месяц, в месяц. В феврале к ним присоединятся ограничения на продажи и на цены по нефтепродуктам. И тогда потери будут еще больше. Можно смело добавить еще 4, где-то миллиарда. И можно точно быть уверенным, да, что вот уже весной суммарные месячные потери могут достигнуть, могут повторить, это не обязательно, 10 миллиардов долларов в месяц. То есть за год порядка 100 миллиардов долларов. А это уже цифра, которую сейчас Путин в год тратит на расистскую армию. Вот представляете, что ожидает экономику, бюджет. И это будет огромный удар по правительству. Ну, а за все будут платить люди. Прошли простые граждане Раши, да, будут есть еще меньше, пить еще меньше. А элита Москвы, Ленинграда и Кремля будут колоться меньше и ботоксом, и другими веществами, да. Наркотики будут не так много завозиться уже в эту страну. Вот что ждет в ближайшем будущем экономику общества Раши. Да, не сладкие перспективы, но надо еще больше. Надо еще больше, чтобы что-то в головах изменилось. Чтобы вот в эти простые мозги людей вбить простую идею, что их радикальный обвал уровня жизни, отсутствие всяких перспектив, связан с войной в Украине. Что эту войну надо заканчивать. Вот эту идею надо вбить в голову. Да, но мне кажется, они и так во всем винят Украину. Украина виновата. Но вот эта причина наследственной связи там нет. Что, ну, типа, вы сами же войну начали. Нет, а там мы во всем виноваты, потому что им так плохо. А то, что, ну, как бы, не трогали бы, ничего бы не было бы. Что пришли-то на нашу землю. По поводу нефти, да. Да, вы упомянули о потолке на нефти, о том, как это уже влияет на Российскую Федерацию. Вот хочется, чтобы вы прокомментировали вот следующую историю. Путин запретил продавать нефть в страны, поддерживающие потолок цен на топливо. Президент России подписал указ о мерах в ответ на введение на ограничительные меры в отношении российской нефти. Согласно тексту документа, с февраля по июль 2023 года будут запрещены поставки нефти компаниям и физическим лицам, если в контрактах с ними, прямо или косвенно, предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Там еще касается это все нефтепродуктов и так далее. Это расшифруйте, пожалуйста. Кажется, что он себе ногу выстрелил. По-украински это звучит очень красиво. Хитрый, аж дурный. То есть, ну это хитрый дурачок. В чем подвох, да? Что компании, которые ввели, и страны, которые ввели потолок на цены, они запретили еще раньше сами себе покупать любые поставки прямо или косвенно нефти из Раши. То есть, они и так не покупают. А те, которые покупают, Индия, Китай, Турция, они покупают это с колоссальным дисконтом. Это главные бенефициары вот этого потолка цен. И поэтому это вот указ рассчитан на дурачков, да? В Раше таких много, и они опять будут радоваться, да? Но на самом деле это эти страны сказали, мы больше не покупаем. Не покупаем нефть дороже 60 и вообще не покупаем ни одного барреля нефти из Раши. И поэтому вводит Путин, ограничения не вводит. Это не влияет ни на что, кроме как на действительно расистскую публику, которая будет еще больше верить в своего вождя. Но я еще раз хотел бы с вами не согласиться. Вот такое отношение к войне, что это не мы, это Украина напала на нас, что мы воюем не с Украиной, а со странами НАТО. Но почему-то ни один солдат НАТО не погиб в этой войне. Вот странная война, конечно, да? Такие умозаключения есть у них в головах. Но вот когда есть станет меньше и пить станет меньше, поверьте, все будет совсем по-другому. Ведь почему одна из причин развала Советского Союза? Что сначала тоже так, хи-хи, ха-ха, Путин, перестройка, это все нормально. А потом, когда стал дефицит еды, когда драки в Москве, в Санкт-Петербурге, за колбасу, за любое мясо, за любое масло, а к ним добавился и дефицит водки, то это были главные предпосылки развала Советского Союза. Ну, развалил-то Советский Союз, это референдум Украины о выходе из состава этого преступного союза. Поэтому, поверьте, изменится отношение к войне, когда реально станет дефицит еды, водки и наркотиков. Поэтому Путин этого и боится. Поэтому нам надо больше санкций, экономических санкций, чтобы прозрел глубинный расистский народ и открыл для себя банальные истины, которые детям во всех странах мира и так известны. Ну, кроме, вот, к сожалению, граждан Рашистской Федерации. Спасибо вам большое. Да, вот и выяснили, что один из важнейших факторов осознания является поплывшие лица российских элит. Будем ждать, следить за развитием событий. Александр Владимирович, спасибо большое. Александр Савченко, экономист, был с нами на прямой связи. Спасибо.